Я играю с сотрудниками телеканала, а особенно старший администратор. И что с того? Мы участники X-Factor, я вам показываю, да? Вот наш номер, пожалуйста, смотрите, номер X-Factor, да, видно? Хорошо. Это номер X-Factor, вот видно, какой, да? Неподдельный. Дуэт, да, вот дуэт. Я принесу договор? Нет, так вы не имеете права односторонний ваш договор разрывать, договора в двух экземплярах, кстати, составляют. Вы понимаете, что он даже не пошел в действие? Да, но дело в том, что мы уже снялись по нашему дуэту, может он вами не завизирует, не нами, но нами, когда вы сказали, вы должны 24-го выступить, нами был подписан договор, встанны вам все материалы. Мы провели интервью с вашим ведущим Бедняковым сначала, да, потом с вашим журналистом. Мы провели все нужные действия до выступления, мы уже были в зале ожидания перед заходом к Марченко и к выступлению, потому что мы профессионалы и мы все это делаем за час, то что других вы 5-6 часов снимаете. Мы были готовы по вашей просьбе и по вашему предложению и по подписанному договору к выступлению по этому номеру. А дайте теперь я объясню. Если вы меня опираетесь с договором, приглашениями и тому подобное, зачитывайте. Я опираюсь не только договором, я опираюсь тем, что вы снимали и нас уже в съемках. Вы выслушите меня? Хорошо, давайте. А, кстати, а в каких экземплярах этот договор, скажите? Я зачитываю? Я задаю вопрос. В каких экземплярах этот договор вы даете? Я зачитываю? Это двухсторонний договор или односторонний какой-то договор? Итак. А у нас есть такой экземпляр? Ваших интересах послушать меня. Канал самостоятельно принимает решение о процедуре определения состава участников каждого этапа конкурса передачи. Перечне выбывающих участников, графики выбывания, процедура определения победителя по решениям административно-продюсерской группы или жюри, или голосование зрителей, или же решение канала. Решение канала является окончательным, не поддержащим обжалocumented, разъяснения, азминия. Где это решение в письменном виде? Вы подписали договор? Где это решение в письменном виде? В письменном виде вы сейчас зачитали, вы видите, что вы читаете. Где решение в письменном виде? Нет, это на участие. Тихо, тихо. Вы говорите, что ваш телеканал теперь передумал, отказывает нам выступление, сначала предложил, вот и договоры подписали, а теперь передумал, и это должно быть вписано в виде формы на отказ. Нет, ну прописано, но оно должно быть в виде справки бумажки, вам отказано, с дата подпись. Вы думаете, что форму номер 13 должна принести, форму номер 15, 16, 18, 20? Я читаю то, что вы не хотите услышать. Тут сказано, что отказ уже, а что вы забираете договор? Где наши? Где наши? А где они? Вы нам передали тогда? Они не должны передавать. Как это? Пишите, это двухсторонний договор или односторонний? Вы никогда никому не даете, да, двухсторонний договор, правда? Вот ты сейчас сказала. Ну, старалась, я не могу дать, вы же второе пишите. Можно я в том договоре написано, мы платим на 100, после мы не выполняем условия этого договора. А написано, что с нашей стороны будет? У нас нет никаких доказательств, чтобы вы вчера позвонили предупредили. У нас нет доказательств, и вы не говорите, кто вам сказал главное об отмене. А потом вы можете на нас подождать, чтобы вы не пришли. А вот смотрите, а давайте мы сейчас стоимся и позвоним еще одному администратору X-Factor. А давайте вы послушайте сейчас меня, и это все прекратим. А давайте мы все-таки позвоним второму администратору X-Factor, который на 30-е нас назначил. Я могу вас немножко расстроить, я могу вас немного расстроить и не являться с моим телеканалом, а просто помощник у Рактиканки у нас. То есть она мне позвонила и назначена на 30-е? Она просто была дезинформирована. А кем? Кем? Кем она дезинформирована? Возможно, ошибка в базе, которая была. Я могу сказать, да. В чьей базе? Алексей Энджело, Виктория Хадова или X-Factor? X-Factor. То есть вы второй раз, вы один раз нас пригласили, подписали договора, ошиблись, да? Вы говорите, потом передумали ваши, неизвестно какие, но передумали ошиблись. Пригласили, подписали договора. Вы дали номер, сняли нас до выхода на сфер, ошиблись, да? И второй раз теперь вы подтверждаете вашу ошибку. Если вас пригласили на одном из этапов... На каком этапе? Ну, вот вы говорите, что в один из дней руководство подошло... Нет, на каком этапе? День это день, а этап какой? Ну, подожди, я не об этом сейчас расскажу. Хорошо, я слушаю. На каком-то этапе вас пригласили. Соответственно, если вам отказали, на это есть основания, соответственно, ваше... Какие основания? Ну, еще раз говорю, судьи пересматривают. Нет, а где основания? Где они? Ну, вы же вам были... Тарина не судья. Ну, когда судьи принимают основания, они показывают свое решение. Одна сотрудница X-Factor звонит, говорит, 29-го вы выступаете, вторая звонит в тот же день, говорит, вы 30-го выступаете. Мы можем телефонным звонкам верить, или мы должны верить договорам, где неустойка у нас указана, если мы не выйдем на сцену. Дайте комплект договоров. Если вы нам не даете работать, тогда никто не будет. Так вы нам не даете работать, мы должны выступить, еще были 24-го, и сегодня тоже. У нас должен быть оригинал. Для памяти. Для памяти. Вынесите изначально второй экземпиар для меня, для нее, наших договоров, которые вы не дали нам. Это первое. Правильно? Это по закону так должно действовать. Двухсторонний доллар не просто так до меня лицом подписывается. Должен быть у вас экземпиар, и у меня, соответственно, ее довод. Вынесите сначала сюда, чтобы вы могли счесть, и мы. А то вы читаете, и еще и так прячете. Это неправильно. Не прячу, пожалуйста. Принесите, пожалуйста, ее экземпиар договора, который вы не выдали двухсторонний, и мой. И возьмите ваших, и мы нашим обсуждать. Смотрите, ваш экземпиар договора, единственное, что мы можем сделать, это разорвать. Чтобы полностью закрыть этот вопрос. Мы хотим причину письменам. Мы хотим причину письменам. Мы хотим договора получить. Мы имеем право получить наши экземпиары двухсторонних договоров. Скажите, вы имеете право складировать копии наших паспортов? А, кстати, аудиозаписи мы авторские, которые... Вы же приняли вы авторские аудиозаписи. Я пою у вас авторские песни. Нет, так вы их приняли. Они у вас хранились. То есть я должен был выступить сразу 24-го. Вы всегда принимаете записи в день, когда участник выступает. То есть обычный участник, когда приходит вот за таким номерком, который я показывал, уже на съемку, не на предкассник, а на съемку, обычно все происходит в один день. То есть и регистрация его, и все съемки, и выход на сцену, и выступление на сцене. То есть аудиозаписи участник приносит на флешке или диске в день выступления. В данном случае я принес авторские песни, свои так, зарегистрированные по законодательству Украины международному праву. И они были приняты в данном случае X-фактором, поскольку мне было сказано, ну, нам, как-то эту и подписанного рождения, что мы в тот же день 24-го выступаем. Но 24-го по просьбе администратора Дарины, как она объяснила, что судьи перегружены, наше выступление было перенесено на 29-е или 30-е. Вот, но записи хранились фактически-то у вас. Что вы с ним делали, я не знаю. I don't know, просто я полагался, что вы честная, и она, в принципе, порядочная компания, которая, ну, не кидает тех, с кем подписывает договора. Вы нам передали наши институты договоров? Вот ей мне. 24-го числа договора были подписаны участия, да, мы должны были выступить, кстати, именно 24-го числа. Это подпадает под статью мошенничества. Это ваш выбор, друзья. Это ваш формат. Это ваш формат. Вы любую музыку хотите видеть, вы держите слово и договорные обязательства, друзья. Вы далеко пойдете так. Ну, ты же видишь, что ложь на ложи.